Долгосрочная комплексная благотворительная программа «Парус надежды» ОАО «Русгидр» реализуется уже пятый год и направлена на поддержку детей и социально незащищенных семей, раскрытие творческих способностей и талантов подрастающего поколения, развитие детского спорта и профориентации молодежи. В администрации города в рамках Дня защиты детей встретились руководители детских образовательных учреждений города сотрудниками Чубаксарской ГЭС. И в рамках благотворительной программы, которая проходит в нашем обществе «Парус надежды» называется, мы вручаем сертификаты детским образовательным учреждениям, медицинским учреждениям детским, в том числе девяти детским садам. Общая сумма сертификатов сегодня – 1 650 000 рублей. Здесь материальную помощь получили 9 детских садов, большинство из которых ориентировано детей с ослабленным здоровьем. Для малышей будет закуплено специальное оборудование для оздоровления, новая детская мебель, отремонтированные игровые комнаты, детские площадки. Не остались без помощи гидроэнергетиков учреждения дополнительным образованием. Детская школа искусств закупит оборудование для дистанционного обучения детей с ограниченными возможностями и хореографического отделения. «Здесь очень много детей, молодой город и особые дети, особая атмосфера, очень творческая атмосфера в нашем городе. И именно социальные проекты направлены оставлять на территорию города, потому что есть крупные другие предприятия, они как-то распространяют это направление на уровне республики, а для нас значимо, где живут и смотрят на будущее». Вручая сертификаты, заместитель директора по экономике и финансов филиала ОАУ «Росгидро Чебоксарская ГЭС» Дина Степанова отметила, важнейшим направлением благотворительной деятельности для нас всегда будет помощь детям. «Мне, конечно, бы очень хотелось поблагодарить наших меценатов, это Росгидро Чебоксарскую ГЭС, с тем, что нам сегодня вручили сертификат на 300 тысяч рублей Новочебоксарскому медицинскому центру. Все мы знаем, что с 26 февраля произошло слияние двух учреждений, это пенатальная Новочебоксарская больница и детская городская больница, поэтому может быть и сумма такая, все-таки приличная, около 300 тысяч рублей. Все эти деньги будут направлены только на оборудование и на медицинскую мебель нашему учреждению».